Добрый вечер, дамы и господа. Спасибо. Наша трансляция начнется, и концерт тоже, ровно через две минуты. За это время хочу поздравить всех с наступившим Новым годом. Спасибо. Спасибо. Судя по тому, что вы здесь, год начинается очень хорошо. Для нас он тоже хорошо начинается, потому что вы здесь. И еще потому что уже 15 минут, как идет на телеканале «Культура» клуб Шаболовка 37, который был снят в зале Чайковского, вы ничего не теряете, потому что завтра, если захотите, сможете посмотреть это все в записи. А сегодня у нас осталось полторы минуты. Иван Формаковский, Константин Софьянов, Саша Машин, Армен Макритычан, Вадим Иленкрик. И наш звукорежиссер, это самое прекрасное, что случилось с нашим коллективом в музыкальном плане в прошлом году, Игорь Бардашов. Звукорежиссер. Мы начнем. Мы начнем даже на минуту раньше. Ничего страшного. Надеюсь, никто не почувствует себя обманутым. — Звукорежиссер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Константин Сафьянов, Иван Формаковский, Саша Машин, барабаны, Армен Макртычан, бас-гитара. Спасибо. Это была композиция Делайла, она же Далила. Библейский сюжет о женском коварстве. Мы надеемся, что в 2020 году с женским коварством все будет обстоять так же, как и раньше, потому что оно будет, и это прекрасно, иначе нам было бы скучно. В прошлом году произошло какое-то невероятное событие. Вообще, две моих самых любимых композиции, которые были написаны в Советском Союзе, это Эдуард Артемьев, музыка из фильма «Свой среди чужих», и Александр Пахмутов, который написал «Нежность». Мне повезло, я играл с Эдуардом Николаевичем Артемьевым вместе на одной сцене его великую композицию. И вдруг в прошлом году, буквально, как написал наш директор, под занавес года, он так очень любит красиво все излагать, мы познакомились с Александрой Николаевной на вручении ей награды. Ей 90 лет было в прошлом году. И мы сыграли нашу версию нежности. Мы очень переживали, потому что наша нежность отличается от нежности других людей. Не могу сказать, что мы более нежные, но у нас такая своеобразная нежность. И Александре Николаевне безумно это понравилось. Она села с нами играть, села за рояль, стала импровизировать, а в конце даже сказала «давайте добавим драмы». Ну и мы добавили драмы. Теперь мы эту композицию играем совершенно в другом статусе и с каким-то другим чувством. Огонное, что, мне кажется, мы имеем право уже на свое прочтение. Александра Пахмутова «Нежность». Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 Играет музыка 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 Веселая. 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 Большое спасибо. Саша Машин. Барабаны. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне еще нравится майка у Саши Машина. Правда. Да вроде как обезьяна вроде бы улыбается, а потом еще непонятно над кем. Константин Сафьянов. Сексофон. Иван Формаковский. Родос. Настоящий. С педалью. И Армен Макратычан. Бас-гитара. Родос. Педальный. Это с улицы? Какая прелесть. Неплохо, кстати. В такие моменты думаешь, какое счастье, что мы другие и вы другие. Спасибо. Саня, ты можешь дробь какую-нибудь сыграть? А то я смыслили... Такую легкую, а то я смыслили... Спасибо. Хорошо. Кубинская композиция называется «Коммун Болеро». Мы сейчас постараемся заглушить это все. Очень нежно, мягко, но заглушить. Коммун Болеро – это кубинский танец, который мы по незнанию раньше называли румбой. Мы больше так не называем. Болеро – это кубинский танец. Коммун Болеро – это кубинский танец, которая может быть привиден. И в «Коммун Болеро» – это кубинский танец. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Константин Сафьянов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, кто что любит Своя история у Ивана Фармаковского Да, а сейчас веселую историю вам расскажет Человек, который ждал своего соло Целое отделение Армен Макртычан АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, Flight of the Bumblebee. Все-таки у нас есть совесть, и мы чуть-чуть изменили хотя бы не только музыку, но и название. Мы даже хотели написать текст, но никто не смог его так быстро выговорить. Спасибо тем, кто смеется, это всегда приятно. Вообще, вы знаете, как польстить артисту? Надо сначала смеяться. Вообще, кстати, обращаюсь сейчас к женщинам, как вот завоевать сердце мужчины. Не только желудок, нет, неправда. Надо смеяться всем его шуткам. Это всегда должно сработать. Во всяком случае, да, либо приготовить обед и посмеиваться. Итак, Flight of the Bumblebee. Надеюсь, это все тоже смотрят все. Такие удивленные смайлики пошли в Фейсбуке. Итак, Flight of the Bumblebee. Это, заметьте, это мы еще не пьем. Нет, не пьем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 что звукорежиссер – это человек, который вредит постоянным музыкантам. И когда они играют хорошо, он все делает для того, чтобы все было хуже. Но Игорь развеял в нас. Да, да, да. Так что следующая уже стадия, если мы поверим в Деда Мороза. Игорь Бардашов. После этого хочется сыграть что-то аккуратное. Композиция называется «Римский». И мы ее сыграем близко к оригинальному темпу. Это поговорю с Сашей просто. Игорь Бардашов. 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 Этим летом будет второй международный джазовый фестиваль, который называется «Джазовое лето с Элинкригом». Название, согласен, не самое скромное, но его придумал не я, это меня оправдывает. Я, правда, на него согласился, и это, конечно, не оправдывает. Название было придумано Московской филармонии. Им очень нравится моя фамилия, и мне она тоже очень нравится. И в рамках… Спасибо. Есть замечательная программа, которую придумал Игорь Бутман, она называется «Бутман играет Гудмана». И мне вообще кажется, что тот самый случай, когда сначала родилось название, а потом программа, и программа блестящая просто. И тут я понял, вот оно. И в рамках вот этого фестиваля летом мы представим программу, новую программу, которая будет называться «Элинкриг играет Элинктона». Спасибо. Программы еще нет, но название, согласитесь, обязывает. И там будет… Элинкриг — это не в смысле, что Элинкриг играет Элинктона. Это Элинкриг оркестра играет Элинктона. То есть там «Элинкриг» — это не я, не только я. Это еще Иван Фармаковский, он тоже «Элинкриг» в этой программе. Армен Макатычян. Я не уверен, что Ваня… Как-то он… Не могу сказать, что он очень радостно этому улыбнулся. Но что делать? Иван Фармаковский, Армен Макатычян, Константин Сафьянов и даже Саша Машин. И они все будут в этой программе «Элинкриг», который играет Элинктона. И одна из самых известных композиций Дюка Элинктона. Ее написал, как вы думаете, кто? Хуан Тизолб, его тромбонист. Называется она «Караван». Да, написал ее не Дюк Элинктон, извините. Если я сейчас развеял чьи-то заблуждения. Сейчас надо что-то еще сказать обязательно важное. В общем, все будет хорошо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Дюк Элинктон, извините. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Большое спасибо! Это замечательное начало года прежде всего для нас. Приходите на все наши концерты. Конечно, мы сыграем еще одну композицию. Буквально 29 декабря мы играли в «Филармонии 2» концерт. Мы давно хотели сделать какую-то программу, развивающую для детей. И мы придумали, правда, придумали очень здорово. И для детей они должны были развиваться, играть с нами, что-то кричать. В общем, очень здорово придумали. Но, как часто с детьми бывает, это вообще все пошло не так с самого начала. А дети были прямо... Ну, такие они были не самые высокие. А там у нас еще была такая идея, что мы позовем на сцену всех детей, которые учатся в музыкальной школе, у которых есть музыкальные инструменты. И они с нами что-то сыграют. Мы придумали даже, что мы их быстро научим, и все будет здорово. И вдруг, когда я позвал на сцену детей, оказалось, что в зале всего двое детей с музыкальными инструментами, а на сцену вышли вообще все дети. А вы представляете, да, «Филармония 2», полторы тысячи человек. Ну, пришло несколько меньше, но, в принципе, на одного взрослого в среднем было двое детей. Ну, полтора, да. Ну, в общем, вышло человек... Да не 50, на что вы говорите. 50 с 50, мы вот так бы справились. Мне показалось, что вышло человек 500. А, Константин посчитал тех, кто вышли только к нему, поближе к нему, да. И к каждому из нас вышло как раз человек по 50. Тогда примерно правда. И никто не вышел с музыкальными инструментами, но такие все заряженные. Ушли, да, ушли с инструментами. Вот, но удивительным образом потом мы получили столько положительных каких-то отзывов и предложений от «Филармонии», поэтому будем продолжать. И когда мы поняли, что, ну, как бы битву с детьми мы уже проиграли, мы решили хотя бы завоевать сердца их мам. Костя, и мы сыграли одну композицию, хорошую. И как минимум мы завоевали союзников каких-то себя. Мы хотим сыграть замечательную совершенно мелодию из мультфильма «Бременские музыканты». Чувствуется, мы сейчас еще какие-то сердца завоюем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...